ну что друзья мои приветствую всех на обзоре сегодня приемник 36 года для автомобиля cadillac 60 серии приемник был вычищен очищена грязи пыли сняты лампы как вы видите коробочки лампочки очищены вот они красавицы девочки девочки красавицы ну к ним немножко позже конструкции приемника хочется сказать тут применена автоматическая настройка скажем так но полуавтоматическая настройка есть можно за программ можно нажать кнопку грубо говоря на пульте и приемник будет определенные места занимать на частоте то есть будет двигаться стрелка самое крайнее положение чуть-чуть по частоте там на определенное положение отойдет потом еще и еще и еще вот они есть здесь на барабане канавки специальные то есть кнопку нажимаешь настройка автоматически щелкает чуть-чуть двигается по частоте вот 6 положений а там уже чуть-чуть настройка и уже сам человек подстраивает ну так обычным языком скажем наш приемник не простой этого времени достаточно сложный можно сказать фирмы motorola motorola имеется входной контур приемник супер гетеродинный значит одной контур два контура печи собственно дроссель низкочастотный звуковой трансформатор выходной вот и трансформатор для вибропреобразователя то есть здесь вот такой вот вибратор вибратор применен фирмы бэндекс радио подскажите кто знает снотоки где тут год как распознать маркировалось ли она вообще вот это вибратор вибратор здесь устанавливался здесь это лампа низкочастотный диод для выпрямления уже преобразовало напряжение по сути это силовой трансформатор вот что еще приемник данные буду апгрейдить все будет на своих местах останется все родные элементы схемы единственное будут внесены небольшие изменения в органы управления то есть здесь вот включение и громкость соответственно здесь у нас настройка управляется тросом который идет к пульту управление на передней панели на торпедо автомобиля вот вот такой вот приемничек это его внутренности может кому-то будет интересно это будет тоже восстанавливать хотя я не уверен что еще где-то есть обзоры поэтому снимаю обзор родные конденсаторы стоят бумажные пленочные фирмы motorola запускать честно скажу я его не буду так как приемник 36 года 90 лет вот без малого вот эти конденсаторы естественно нужно менять потому что емкость наверняка даже если они рабочие у них сильно изменяется изменилась за время а вот поэтому не буду этим заниматься конденсаторы проходные не буду этим заниматься приемник будет ретрофититься под современный диапазон fm будет установлен bluetooth ну и подогнан под органы управления все это современные потроха трогать более я ничего не буду пусть все останется так это историческая ценность скажем так уже не буду я ничего здесь курочить не имею такого права вот как бы хочу чтобы это все осталось как музейный экспонат соответственно хочу что все это осталось в таком виде в котором она есть сейчас так что немного о лампах расскажу немножечко остановлю и я кстати пару слов хочу сказать и бы антенной гнездо это входной контур тут пробка поймут на такие понимающие конечно самое интересное что антенна гнездо это она совершенно прекрасно подходит современный штекер для современных антенн вот то есть ничего не изменилось того времени в размерах разъемов вот этих антенн так ну и о лампах ну и о лампах преобразовательная лампа первом каскаде идет 78 фирмы triad в печи я так понимаю стоит 6 7 лампа фирмы филку made in usa вот такая вот лампа фирмы тоже триад это двойной диод да там видно очень похоже на те лампы диоды которые были в наших приемниках уже в 50-е годы то помнит кто знает поймут вот 6 7 чайте вот видно что это двойной 3 вот это двойной диод прошу прощения двойной диод детекторная лампа ну и два титрода это лампа титроды 41 это ее маркировка тоже фирма триады made in usa вот ну и собственно вся конструкция заканчивается на этом да вот такие экранчики одеваются вот так они были в экранах лампы высокочастотные преобразовательные но этот по всей вероятности это предкаскад низкочастотный на этой лампе собран так ну что еще одной контуры контур гетеродина вот два конденсатора переменных для них ну и все конструкция вроде бы простая для нынешнего времени ну по тем временам это круто потому что не везде использовали супер гетеродинные приемники в то время но этот приемник супер гетеродинные такой вот подстройкой полуавтоматической на станции очень интересная конструкция конечно снимаю обзор то что не думаю что еще где то есть такой приемник на обзоре может быть в америке где то есть кто-то снимал но по крайней мере я в интернете ничего не нашел вот корпус будет тоже краситься все это соберется ну и потом будет видео уже рабочего приемника друзья спасибо за внимание спасибо что уделили мне 10 минут времени посмотрев ролик ставьте палец вверх обещаю я буду снимать еще много много интересных роликов по различные ретро аппаратуре ну вот на данном моменте все этот приемник в таком виде сниму уже обзор естественно когда он будет сделан вот ну плюс я думаю сниму обзор не думаю постараюсь это сделать когда он уже будет установлен на автомобиль вот автомобиль тоже в реставрации поэтому сразу это навряд ли получится но мы никуда не торопимся у нас очень много времени вся жизнь впереди всем спасибо за внимание всем добра удачи до новых встреч